Это 247 вебинар и я начинаю с того, что Алексей Калексей, садовод уникальный, раскрылся еще как поэт. Это впервые в моей жизни. Он создал стихотворение-инструкцию. Почитаем. Причем заранее скажу. Кстати, это Челябинск. Всегда говорил, если это Челябинские горы, то за изломе двух плит, двух материков Европы и Азии происходят как раз такие люди разносторонние, скажем так. Ну вот, пожалуйста. Итак, как Пушкин, конечно, сказал бы, что стихи все-таки вступают его Александру Сергеевичу, но не сильно. Ну что, готовы слушать? Что прайские плоды вкушать, запомни истины простые. О, нет, это уже, это Марха-Ям ближе. Да, Марха-Ям. Что прайские плоды вкушать, запомни истины простые. Деревья на холмы сажать, убрать обильные поливы. Большими ветками на юг, ты разверни его с любовью. Границу земля-воздух не забудь, о задернении ты помни. И шейку корневую впредь не заглубляй, избави Божия. Как порох сухости держи, она тебе всего дороже. Ничего не скажешь. Ты с муравьями подружись, они тебе друзья навеки. А дождевые червяки исправят наши все огрехи. И о секаторе забудь. Все ветки нужны у древа. Через прививки лежит путь к божественным плодам Эдема. Слушайте, это совершенно стихи. Забудь путь, древо, Эдема. Нам эти истины вручил учитель железа ВК. Как эстафету поручил нести на третье века. Идеально это сказать. Совершенно стихи. И в библии мы вам желаем здоровья, счастья, любви. Садам свести по всей России, о чем мечтаем вы и мы. Итак, вот это вот небольшое стихотворение. Здесь ничего не забыто. О задернении. Заглубление в шейке. Дождевые червяки. Сморайами подружись. Секаторе забудь. Это же польза от этого стихотворения. Его бы в школе бы изучили. Заставляли. Вот это так, чтобы еще дети дни изучили. Чтобы потом все эти глупости не повторяли, которые в современном садоводстве. Вот. В общем, получается, от стихотворения польза больше вот книг вот таких вот. Ладно, спасибо, Алексей. Спасибо, брат. Не, я тронусь. Так, теперь смотрим сюда. Ну, это фотография 10-15. Почему я ее здесь применил? Это подарок сам себе. Сейчас объясню. Это подарок сам себе. Вот такие был академик. Да, классический академик. Нет, я поговорю, он уже не классический. Но все-таки еще академик. Вот, прошло время. Я же, как говорил, ребята, я принимаю подарки только в виде фотографии. Вот я себе это давно подарил. А вот это, видите? Ну, что? Похоже, нет. Господи, если бы те дамы, говорите, мы бы очень с тебя разжим. Ой. Какие я из них бы сделал садоводом? Вот. Но они не поддаются. Вот это вот свежая фотография. Это мы все Александра Савинича снимали в саду вчера. Вот я подвел, говорю, вот так выглядит Фаина. А потом мы ее распробовали. А, вот она есть, Александра. Вот она в левой руке Фаина. А в правой это уже, как сказать, ладно. Главное отвлекаться. И мы с ней еще побывали вчера у пианиста. Вот этот уникальный человек. А вы знаете, чем он уникален? Он просто взял, посадил сам садоводом Филиппева. И один какой-то, я сам не помню, у кого брал. И еще... Это только абрикосы плюс черешни. Вот. Ну, черешни, понятно. Чебодлера. Вот это есть. Вот. А чем он уникален? Потому что таких должно быть миллионы. А у нас таких миллионов нет. Есть уже сотни, но еще не миллионы. А образования у него специального нет. И хорошо, что нет. Сам уже попробовал. Видите, у него в правой руке. У него здесь за крупный, который помельче. Это он сенец вырастил. Мы пробовали вкусное. Сенец вырастил. Я говорю, фильм видели. Я говорю, вот такого брали? С крупного абрикоса в косточку? Нет, со среднего. Ну, то, что у него в правой руке. Отличайте, где правая рука. Так вот, у него в правой руке, а это сенец. Вот. То есть, я все собираю, уже 10 фактов, 15, 20, 30, 40. А фотографии идут. А помните, переломить ситуацию невозможно. Их миллионы просмотров. У нас их, ну, хорошо, если вот за неделю было где-то штук 400 просмотров у этого вебинара. Где-то переломить. Вот. Это фотография. Я делал в саду у Бодзора, сарского небесного. Это было... Да, уже три года прошло. Вот. Это мой абрикос, который называется Петр Великий. Я привез с Украины. Я пробовал плоды с дерева, которые не влазили. Вот банка, размер банки 300 рублей. А она ложится на банку и не проходит. Вот. А потом это, можно сказать, посмертный уже, почти посмертный подарок от Великого Садовода. Вот я еще раз скажу, почему. Потому что вот это вот, это важный момент, ребята. Важнейший среди нас всех. Вот. Косточки сейчас едем. Александр Павел повезет, Кустояр. Один пример. Вот. Надо будет черенки повезать. А главное, что как было дело. Когда я привез эти черенки, они дали один урожай. Плоды оказались еще мельче этих. Вместо вот этих вот 150 грамм, которые в банку не младут. Они оказались, ну, мягко сказать, раза меньше. Разочирование было огромное, а потом еще и погибли. Просто погибли. И откуда мне было через много лет, только это, я уже забыл. Приезжая к нему, вот фотографии. Это очень важно. Это эстафета между нами, живыми и мертвыми. Вот. А он уже с вертельной болезнью болел. Представляете? И скрывал. Я не знал этого. Вот. И... Борисович, а какие у вас сорта абрикосов? Я никак не попадал на них. Как приеду, уже поздно. Он говорит, ну, у меня всего три сорта. Два назвал, третий пятый лит. Как пятый лит? У меня он десять лет назад как по... Как? Да ты же не веточку дал. Еб. Он назвал сам слово Петр Великий. То есть ошибки нет. Дальше мы побежали смотреть. Вот он Петр Великий. Вот. Я говорю, почему мелкие плоды? Они должны быть это... А, когда он говорил... Говорил он мне годом позже. Он показал вот так. Я херел. А потом уже, когда я приехал пробовать, потому что, когда он мне показал вот так, никаких плодов не было. А в следующем году, вот, в 20-м, он мне показывал эти плоды и говорит, да что ты хочешь? Какие крупные? У меня урожай был такой. Вы представляете? Вот. И я тогда показываю вот это фотография. Это не Петр Великий. Нет. Это один из всех двух сортов. Название он сказал, я тут же забыл. Понимаете, в чем дело? Мы с вами стоим на пороге революции. Но она никак не может совершиться. Вот. По ту сторону баррикады мы живые и мертвые любители. Вспомним, где Бруцкий, вспомним, где Владинков, вспомним, где Борис Боднар. На том свете. Вот. Мне еще шаг, я тоже там. А кто остался? Ну, хорошо, если Алексейка. Хорошо, если это Савинич, Елена Аспиран. Хорошо, и Сергей Железов. Но тут еще многое зависит, знаете, от чего? От того, как кто из нас всех участвовал и участвует в этом переломе. Вот. Понимаете, что я в своем, кулик в своем болоте, да? Боднар в своем болоте. Там, на Урале, Латинков, в своем болоте. А страна ничего не знает. Помните вот это вот, когда ком грязи у нас во всех? Да не о каждом из вас в этом самом Википедии написано. Вы известны в узких кругах. Это подлость. Вот это вот. Как можно быть известными? Она-то права. Она везде врет, она везде обманывает. Она не знает, что уже наука, это не иритативно говоря. Она не знает, что обязательно вырастают прекрасные плоды вот такие вот из косточки. Вот такие, как у нее в правой руке. Она ничего не знает, она ничего не умеет. И вторая такая же, да? Но дело в том, что есть люди, от которых зависит и зависело будущее. И мы потеряли Латинкова. Я потом покажу еще кое-что. Это важный момент. А пока смотрите. Вот это вот подарок мне Железова. Фотография. Я, к примеру, говорю, что я имею право на такой-то он. Я его называю довольно агрессивный. Вадим Счастливцев. Эти замечательные груши я вырастил благодаря вам. Вы меня научили жить в саду. Я Железов. И вот наш с вами результат. Наш с вами. Благодарю вас за то, что вы с нами. Берегите себя. Огромное спасибо. Ну что? А помните этого самого Тараса Бульба? Ну что, помогли вам ваши ляхи? В данном случае слово ляхи вы понимаете, о чем речь идет. Помогли вам ваши ляхи? А вот это еще подарок получил. Уже второй год подряд. Потому что есть такой город Корсаков, Сахалин. И там у меня двое выращивают персики. Вот это вот, значит, теплица. Сразу подчеркиваю, теплица. Вот. Мелкие, наверное, я точно не могу вспомнить. Галина Васильевна Яковлева. Наверное, из Сельцев. Ничего удивительного, потому что Шоломай вырастил из... Взял, привил на то ли волоску, то ли степную. Мои персики хасанские. Получил вот такие вот. Одно из чудес. То, чего... Ну, сами понимаете. Я всегда говорю. Я все время пытаюсь понять, что же происходит на этой земле. Почему такие результаты? Почему у них не получалось? Ну, и та же теплица, где он четыре раза увеличил размер моего этого. Ведь я понимаю так. Сотни поколений выращивали персик хасанский из косточек. Вот. Он больше становиться не мог, меньше мог. Почему? Чем больше... Элимитарно я все рассказываю, но так, как я понимаю. Не из газет, не из книг, не из учебников. Я понимаю так. Если на таком-то дереве было сто плодов, а на другом – двести, а на третьем – пять. Наверное, там, где было пять, шансов нет. Там, где было сто – прекрасно. Но где было двести, шансы размножиться по округе. Больше? Ну, чистая арифметика – ну, больше. Ну, тогда они были мельчими, нет, тогда были мельчими. И так поколение за поколением шло. Нет. Это тоже, ребята, поверьте мне, я говорю о серьёзных вещах, только сейчас уровень наш другой. Нас очень мало осталось. Зато это совсем другой уровень. Это уровень селекции, это уровень настоящей генетики. Настоящая. Это эволюция. Да, шло в этом направлении. Хочешь, не хочешь, они могли идти на юг, персики, могли на запад, на восток и на север. И куда? Какой на север пойдёт? Пошли годы, смотришь, крупные тоже шли на север. Но как-то они изначально повымирали. А мелкие – нет. Они брали, во-первых, количество. Мелкий персик. Согласны? Количество. А потом это давали потом, что это всё закреплялось. Ну, чистая генетика. Что я такого говорю? Эти девчонки с сетемиразбеки, они просто отвернутся. Причём, кому грязь ещё, мол, тут нашёлся ещё этот самый, специалист металл. А я же говорю, нормально. Вот это так на север шла эволюция. Но всё равно, как бы ни было, но качество крупноплодных шикарных персиков всё равно в геноме есть. Кто-то считает, когда я читал специалистов, там попадали слова «сорт испорчен». Курзюма, когда про меня написал, он не умница, он грамотнейший мужик, он не написал испорчен. Он написал, что железо… Сейчас. Не трансформировал. Железо упразднил понятие «сорт». Я покажу. Сейчас мы вот до этого дойдём, вот до этого. Вот. Ой, какие вкусные. Ой, гига. Завидуйте. Свеженький этот. Векситативный гибрид. Так вот. Значит, получается, я их упразднил. А как получается? Только стоит вот эти вот привить, как шалобай. А почему у него в первом поколении, я потерю все раз больше, до двухсот и более грамм. Мои пятьдесят грамм. Что это сказать? А кстати, мне не стыдно. Зато мы разустрелье. А у него 150-200, там был даже где-то 220, по-моему, самый крупный перс. Как? В теплице раз, привитый два, почувствовал себя на родине. Вот и всё дело. Как вам такое объяснение? Сменяться будете? А, попросить себя. Так, теперь. Что она мне написала по поводу вот этой фотографии и вот этой фотографии? Она мне написала следующее. Валяй, починяйся, поздравляю, с добрым рождения. Видите, как я просил подарок, получил. Желаю здоровья и здоровья. И высылаю подарки условно. Какого условно? Персик, это настоящий. Это вам не эти самые халтуры. Вот. Если меня видит сейчас Данил, дальше фамилии не буду называть, проще. Он мне прислал несколько черенков уникальную груш и персика джамбокот. Ну так, примерно на слух. Память у меня плохая. Джамбокот. И вот тот, кто ему ссылал, он ему не бесплатно, за деньги, он ему сказал, у вас будут, значит, абрикосы 150-200 грамм. Ну, представьте себе, он, кстати, точно в банку у него лежит. Вот. А он мне несколько веточек выслал. Когда я проевал, у меня руки тряслись. И вот этот джамбокот, вот. А я-то думал, что с проверенного дерева взято. У меня же два, две попытки провалились. Когда мне прислали, они говорили, точно на дерево 150 грамм. А прислали, они уже были подгнившие. Ну, то есть, уже зима была позади, уже дерево умирало. Шанс был, но оказалось, нет шанса. Я сделал порядка 3040 прививок, вот такой пучок. В конце концов, погибли все до единого. А здесь один прижился. У меня сейчас есть веток и веточки, вот так торсят. Вот. В одной из келетных веток академика. Чтобы академика его не испортила, там идет Манджорис, потом дерево приличного размера, академик. А в одной из келетных веток я привел этот джамбокот. И буквально вчера меня любопытство разобрало. А вы точно мне прислали джамбокот? Ответа, знаете, какой интересный был? Не знаю, если меня слышат, обидится или нет. Вот. Что я на эту тему рассуждаю. Ответ был такой. Значит, тот, кто высылал, сказал, что у самих у них нету, они заказали партию саженцев джамбокота, готовых саженцев, продали эту партию, а из остатков может быть их не купили. Ну как можно не купить джамбокот, если он настоящий, да? Вот. А из остатков нарезали щельком и распространять Ведиченко. И тут уже вероятность, что уже не 100%, что это уже блокот, а где-то примерно 1%. Почему даже не 10? А у них нету, они сами перекупщиками были. Вот так вот. И что такое 1%? Да. Я, допустим, выслал одну тысячу рублей, сказал, там что-то получил результаты 5 и 10 тысяч вышли. Я в таких случаях не мелочусь. Вот. Просто пришла посылка, я ему ответ тысячу выслал. Вот. Чтобы не зря. И вот только ради этой одной получения, с одной приютки речь идет. Были еще груши, они проснулись прямо посылки. Поздно вышло. И то парочка груш зацепилась красно-мясо. Тоже шанс какой-то есть. И вот этот зумбокод. А вдруг, правда, где они могли взять зумбокод? Италия, Испания, Голландия. У нас в России нет таких. Ну, нету, нету, хоть ты классе, нету. Ну, 100-граммовые попадаются. Есть такие у нас уникумы. Ну, 150-200 грамм нету. Значит, что может быть? Приходит зима, он уже просит, чтобы я его отрезал и выслал обратно трёх однолетних. Я буду на колени стоять и говорить дайте мне ещё год. Я отрезать отрежу. Но ведь это же Испания и Италия. Я возьму их. Это рассуждение хозяйцев всех нас. Возьму их Италия, Испания. Вот. Они у меня привиты на академика. Академик на Маджуриц. Вот. И следующее поколение уже на Маджуриц привил. На Артем привил. Мне нужно искать лучшее сочетание. И я не успеваю. Мне надо 3-4 поколения вырастить. Но это недолго. Это 5-6 лет. Если протяну 5-6 лет, я вам покажу полный раз журбокот. Или это оказывается самое обычное заварядное. Потому что там на юге откуда привозят там очень много мусора. Мне рассказывали, что в Сербии там тоже есть прекрасные питомники продают прекрасные саженцы. А там есть ещё помойка. они очень требовательны. Это мне так рассказывали. Извините, за что купил, зато продаю. Там якобы отбраковка жёсткая. И всё, что не уходит в стандарты, всё оказывается на свалке. Подъезжают наши русские. А может не русские. Тут уже паспорт не спросишь. Вот. Всё это раз и привозят в Россию. И продают как супер санта. Ну название вы знаете где берут. Может жумако так к нам попало. В общем, вы поняли, о чём речь идёт. но вот над этой веточкой я буду, даже если пусть я обозначил по вертикому 1% из 100, всё равно я буду над ней трястись. Всё равно я буду пробовать. Я всё жду чудо, чудо, чудо. Я сам срезал ветки с абрикоса в Херсонского в Береславский район. Сам срезал. Там не все, но отдельные плоды, самые крупные, они влазили в трёхситровую банку. Посмотрите на город. Вы представьте себе размер этого чуда. А у меня они выросли 50-60 грамм. А потом ещё замёрзла, и если бы не Бодлер, а сейчас шанс есть. Я их снова подопрекал и выращу. Но теперь надо 5-отбор. А вдруг будет 40-50 грамм. Хороший всего 8. А вот это получилось у царства небесного у Бодлера. Вот. Но он утверждает, у него были такие. Вот. А я не знал. Веточку ему когда он приезжал, подарил, а я забыл. Десять лет не помнил. Десять лет потеряно. Вот такие дела. Не знаю. Это кусочек селекции. Вот. Гаврил национально, руками махал. И эта же фотография нам пригодится потом. Подлещая вещь, когда абрикосы стараются сделать дерево удобное. Какое оно должно быть? Вы представляете, какое оно должно быть удобное? Ладно, будем по порядку идти к этому. Бедный, бодный, что ж ты натворил-то? А? Борисович, ты на том свете, я всё равно тебя должен предупредить. Ты неправильно вырастил, не имел ты права вырастить такой формы дерева. дерево неправильное, ты что натворил? Разве можно такую крону дерева иметь? Ты знаешь, что каждое дерево должно быть во. Правда, те, кто делает дерево получают во, я уже кукиш им показывал. А вот без кукиша нормально? Вот за что это надо уважать наших этих любителей. Как по ним институты плачут? А, нет, не плачут. так, ну ладно, полюбовались? Вот. Вот это подарок. Спасибо, Вадим. Вот это подарок мне. Но я от него больше, чем от любого материального подарка. Кстати, присылали подарки, скрывать не буду. 100 рублей, 100 рублей, и без комментариев, 100 рублей, 300 рублей, и 5000 прислала женщина, и я понятия не имею кто. Да я бы сейчас на 10 тысяч костей бы выслал. Ну, так, обидно, только обидно, что я вижу, она меня уважает, я вижу, что она, эти деньги, всё, детям уже всё, они уже это самое, а будут их в школе. Спасибо огромное. Ну, как мне вернуть вам хотя бы в виде уважения, хотя бы мои уникальные косочки, даже был подарок такой, 5000, да. Ну, вот, мы всё, кончили поздравляться, или дальше пойдём. Сейчас посмотрим. С днём рождения, счастья вам. Много ушло на поздравление. Большого здоровья один из ваших черенков яблони дал такое чудо. Сейчас увидите чудо. Бельфёр, китайка, осенью выписал. заметьте, осенью до старого года, то есть, вот, недавно, весной привил, все прививки прижились, привил очень понравился. Ра-ля-ля-ля-ля. Вы представляете, это до сих пор и чаще у меня, у человека, который выросл за служить 30 тысяч саженцев, подумаешь, не очень считают, вот, но выросл 30 тысяч саженцев. не больше десятка таких случаев. И каждый раз перед этим, помните, такой же другой товарищ, это у него так же получилось, значит, и ростовая ветка, и плод, и плод уже крупный, сформированный, и ветка, а еще половина лета впереди, из одной почки. Вот, вот это надо учитывать, это надо уметь, это такая великолепная вещь. Потом, да, я бы не груша, плодоносит, а просто 2-3 года, вот он, а что надо втянуть-то? Взяли, допустим, здесь у человека, 2-летний подвой, ну, допустим, веточку он взял, ну, скажем, наверное, однолетнюю, но прирост в последний год, а сам младерево может быть, год, два, три, он же взял эту веточку мою, вот, а я-то беру только с молодых деревьев, никакой халтуры, лучше из лучших седоветочки, лучше из лучших, вот, пожалуйста, Бельфор Китай, она уже такая, ну, другого, смотрю, другого боку, как он, на комплекс, Бельфор Китайка, лучший сорт Мичурина, по-новому распространяем, да, вы можете найти в этих самых каталогах, только вам поэтому, пришли ту самую мусор, с этого, как, о котором я говорил, в Сербии, например, с помойки, только люди об этом не знают, Бельфор, железо, все честно, «Бельфор» 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 «Бельфор»» «Бельфор»